Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер, уважаемый переводчик, я заранее вас благодарю за сотрудничество, и мы начинаем. Значит, как было объявлено, ответ на вопросы, но я постараюсь ответить, скажем, не так, что вопрос-ответ, а проанализировав вопросы, будут следовать ответы, и что я не то скажу, может быть определенный момент, и дополнить Сергей Сибиряков, который будет после меня. Кирма. Ну, первый такой вопрос был, значит, как, в принципе, что вообще рассказывать, как подавать саму стратегию, развитие компании и так далее, то есть люди не совсем, ну, как бы, ориентируются в этом деле. Очень простое есть средство, дорогие друзья. Вот, на мой взгляд, моя рекомендация, ваши региональные кураторы это знают, мы выступали и в Тбилиси, и в Батуми неоднократно, и везде, кто бы из нас не выступал, мы пользовались линейкой временной шкалы. Ирина. Ирина. Эта шкала, или вернее, использование ее одновременно еще и говорит о том, что доверить можно этому проекту или нельзя. Вот посмотрите, 1978 год, разработка технологий до 2014 года. Ирина. 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 разработать, вернее, технологию сертифицировать, чтобы ее можно было использовать и строить трассы. Здесь был бизнес-план, здесь есть финансы, план финансирования, все разработано. Начался процесс проектирования, строительства, все на сайте есть, демонстрация и сертификация. Закончился 2017 год, нам осталось построить только сертификацию высокоскоростной трассы. Фирма. И самое важное то, что внедрение технологий по всему миру, этот процесс тоже идет, мы постоянно получаем информацию. Вот это самое главное, с чего надо отталкиваться. И информации, материала у вас больше всего на сайте, больше всего в личном кабинете в документах. Прежде чем ответить на стратегию, я еще вернусь к стратегии. Задается вопрос, многие не понимают или хотят уточнить, как распределены доли или акции в компании и кто владеет этими долями. Значит, четко понимать, технология оценена в такую сумму. Это весь акционерный капитал компании, которая владеет этой технологией. Это Global Transport Investment, GTI. Ирма. И эти акции разделены на две части. Одна часть – это простые акции, их столько процентов. И B акции – это привилегированные акции, их столько процентов. Ирма. В 2014 году, извиняюсь, было принято решение, что B акции – привилегированные акции, они принадлежащие Global Transport Investment, а Global Transport Investment, в свою очередь, принадлежит Юницкому через определенную группу компаний – Unisky Corporation Unisky. Эти акции были внесены в две компании, не сразу, по очереди. Сначала в Евразии, в Евразии, в Рейлско Авиа Систем Солдинг, потом в Евро, плюс еще в Евразии, в Рейлско Авиа Систем Солдинг 2. То есть, Global Transport Investment, акционерный капитал часть, 15% из этих 33-33% внес сюда, и 18-33% внесли потом сюда. В Евразии, в Рейлско Авиа Систем Солдинг 2 и Евразии, в Рейлско Авиа Систем Солдинг. Разбили на две части, я потом объясню, почему. Они ими владели. Для чего это было сделано? Это было сделано для того, чтобы получить какой-то залог или в виде залога использовать эти акции. Когда человек инвестирует, инвестор инвестирует, он получает в залог эти акции. Мы не продаем и не покупаем акции. Человек получает их в залог. И он использует опцион, и акции становятся его собственностью. Но они не продаются. Я думаю, что все инвестирует, буквально допустим они вложены на этот аукцион. Мога научилась, если есть вам интересный аукцион, но где-то вы должны быть участвовать. А сейчас мы должны быть участвовать в этом аукционе. Это опция, это вызывает акции или акции. Компании выпустили свои акции и это значит, что от акции всего используется половина из этой суммы акций у этого акционерного общества, потому что вторая половина будет выводиться на международную биржу и здесь вторая половина будет выводиться. То есть на IPO можно выводить свободные акции. Это значит, что параллельно появляется и у акционеров, которые получили акции в залог, возможность участвовать в этой бирже, когда они это пожелают. После вывода акции на биржу. Ерма. Ерма, он говорит, что у него не было, что он был в поле, а он был в поле, но он был в поле, что он был в поле. Но у него не было инвестор с помощью к議ажа, он был в поле, То есть мы становимся акционерами, Евразин стали уже, там исчерпана половина минус одна акция уже, а половина плюс одна акция оставлены для выхода на биржу, и сейчас идет процесс использования в залог акций Евразин Рисковей Систем Холдинг 2, когда дойдет до половины минус одна акция, то этот процесс завершится, завершится 15 этапов. Евразин Рисковей Систем Холдинг 2, первой компании, акции, амотворили, а нахевари, амотворили, да, дарчанили, ану, ехла, гироуши, в шестердлебели евразин Рисковей Систем Холдинг 2, акции, гироуасов. Да, а если не, куала моноцилова, сега бен сайта. Значит, правильно надо понимать, не потому закончится 15 этап, что акции закончатся, а потому, что будут завершены все работы, и это предполагает, что залоговые акции больше не нужны. Я не знаю грузинского языка, к сожалению, но я могу предположить, что уважаемый переводчик переводит, что это акции Б, нет, это не акции Б, акции Б эти и эти вложены в эту и в эту компанию. Эта компания выпустила свои акции, и это выпустила простые акции этих компаний. Вот мы акционеры, мы владеем этими акциями, и здесь, и здесь. Переведите. Мы обретаем простые акции этих компаний. Но для нас очень важно, что акционерным капиталом здесь и здесь являются привилегированные акции. Это гарантирует, что сюда поступает прибыль из Global Transport Investment, а нам больше ничего не надо. Нам нужна прибыль и здесь, и здесь, чтобы распределить и получить здесь дивиденды акционера. Таким образом, дорогие друзья, вот так распределяется доля. Можно ли будет говорить о соотношении акций с внутренней фондовой биржей? Вы знаете, этот вопрос, скорее всего, в том, что внутренней биржи как таковой не имеет смысла сейчас проводить. Сергей, по всей вероятности, будет говорить о том, что готовится, вернее, подготовлена уже большая часть или определенная часть площадки или платформы Transnet. Это блокчейновская технология, на блокчейн технологии площадка или платформа, которая позволяет проводить, и она предназначена для того, чтобы в том числе проводить внутренние, не внутренние, а так называемые открытые предложения, монетизировать адресные проекты, и через это можно будет в определенный момент, скажем так, рассчитывать на то, что будет рационально использовать и использовать свои акции как бы в обмен на токены или же наоборот. То есть такая возможность будет, но об этом будет говорить Сергей Себеряков. Поэтому внутренней биржи как таковой не будет, он еще прокомментирует то, что я сейчас сказал. Когда в ближайшее время смогут продавать какую-то часть своей доли или акции, чтобы не было долгосрочного... Ой, извиняюсь, пожалуйста, Ирма, переведите. Поэтому очень важно здесь это дело учитывать и понимать еще то, что у каждого инвестора есть два пути. Первый он забирает залог, становится акционером и второй путь он ожидает и это в договоре все есть. Но это сейчас не суть столь важно. Важнее сейчас понимать то, что у акций не надо спешить получать с них прибыль. Их стоимость, так называемая рыночная стоимость проявится после выхода на биржу. А это может быть вначале внутренние процедуры связанные с так называемым ICO через платформу Transnet или же уже впоследствии, когда будет процедура проведена вся вывода акций на IPO, то есть международную биржу ценных бумаг, то там проявится ценность и там можно будет и нужно будет, кому нужно будет деньги продавать. Но ценность акций не в продаже, а в дивидендах и возможностях получения выгод с их стоимости. Ирма, я длинно говорил, переведите. Вы знаете, что мы сейчас инвестируем, или кто будет инвестировать впоследствии в конкретные проекты? Сегодня мы инвестируем в эту головную компанию, вернее, через головную технологию, скажем, или вашу основную технологию. И сюда, через глобал... Да, извиняюсь. Переведите. Я говорю, что это компания является создателем вот этих двух компаний. Евразийн Рейл Скайли Систем Холдинг и Холдинг 2. Мы акционеры этих компаний. И все проекты от первого до тысячи первого, до десять тысяч первого, из них прибыль будет поступать в глобал транспорт инвестмент. А глобал транспорт инвестмент, в свою очередь, будет распределять эту прибыль. 20% она обязана вначале сюда и сюда отдать, и только потом распределять остальную прибыль. Спасибо. 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 Проект X, который в том числе сюда придет. С него только, только с этого придут сюда, и эта прибыль только будет дивидендами акционерам вот этого проекта X или акций, которые будут выпущены, акционирование, которое будет использовано в проекте X. Одного. Поэтому, проще говоря, в эту речку много ручейков стекается, а здесь только один ручеек. Поэтому выгодно использовать эту возможность, которая нам дана, дорогие друзья. И, значит, что еще хотелось вам сказать... А, извиняюсь. А, извиняюсь. Я могу вам сказать, самое основательное, как бы, обоснование, дорогие друзья, это то, что уже сделано, что уже сделано с нуля практически до сегодняшнего момента. Это первое. Это последовательность проекта. Идет полное представление, имеется, что это основные только, основные такие пункты, что в 2018 году. Это переход, завершение этапов до начала строительства адресных проектов. Это все перспектива, которая выполняется, дорогие друзья. Что сегодня важно стратегически для компании учитывать? Это в экотехнопарке. Это опытно-конструкторские работы, работы с заказчиками, ввод специализированной проектной компании и завершение базовой сертификации. Переход на строительство, дорогие друзья, на использование технопарка. Это производственная база, который называется «Экотехнопарк». средств, путевых структур, системы атомизированного управления, грузовых перевозок и контейнерных решений. Вот это сейчас тоже делается. Оно приобретается. Это все видно, эта вся информация и есть. Можно назад, чтобы я... Да. Автоматизировали маршрую системы. Это сад, когда контейнерные решения, когда работали. Эти работы ведутся и отчет всегда есть. Но надо знать и не спрашивать сейчас. Юницкий очень хорошо сказал в одном из последних выступлений. Когда будет все подписано, когда будут все контракты подписаны, тогда вы о них узнаете. Сейчас ведется очень большая работа и Сергей Сибиряков тоже об этом еще коротко кое-что скажет вам, я полагаю. Я завершаю свое выступление, хочу сказать, какая выгода инвестору после завершения 15 этапа. Первая выгода. Тот, кто проинвестировал, стал акционером, у него есть возможность получения. Первая. Выгоду за то, что стоимость на бирже акций будет выше номинальной стоимости. Продолжение следует... Мы говорили о дивидендах, и это естественно. Получение дивидендов. Вторая выгода. Какая выгода? Третья выгода – это возможность использовать эти акции, получая дивиденды. Смотря как на бирже меняется так называемая котировочная стоимость акций, которая у меня есть, я могу еще какой-то долей рискнуть и поучаствовать в каком-то проекте, в каком-то проекте, который является вот этим так называемым X проектом, например, каким-то тысяча первым проектом. Сюда внести свою деньги и поучаствовать в прибылях этого проекта еще и за счет свой вкладок. Я ответил, что мы выходили в СМИ в это время, но мы получили 40% заботы на днях, но в СМИ в это время мы встретили X проекты, что мы встретили X проекты, но мы встретили несколько программ на его мысль. Есть еще целый ряд других возможностей, но это уже такие выгоды, процедурные выгоды, О них сейчас не будем говорить. Они дойдут до нас, мы на них ответим. Я сейчас передаю слово Сергею Сибирякову, человеку, который уже больше 10 лет в проекте. Если не соврать, то уже лет 17. Сергей поправит меня, если я соврал или придумал. Человек, который на различных стадиях был в проекте. Он очень компетентный человек, широкого круга зора, с большим перспективным видением. Он очень компетентный человек, с профессионалами, с большим перспективным видением. Я думаю, что мы сейчас будем говорить. Приветствую всех, дорогие друзья. Давайте для начала, как видно, как слышно. Поставьте плюсики, если звук хороший, и минус, если звук плохой. Это у нас обычная такая для комнаты проверка. Слышно и видно хорошо, так что давайте с вами начнем такую короткую работу по проекту SkyWay. Сегодня в таком составе. Я так понимаю, что с проектом многие из вас, большинство из вас уже знакомы. Вы знаете, что такое SkyWay, что такое проект. И Владимир Маслов сейчас довольно-таки подробно рассказал именно перспективы, связанные с теми ценными бумагами, теми обязательствами, которые мы сегодня вам предлагаем. Да, это было бы, как мы видим, что проект проекта SkyWay. Да, Владимир Маслов из технику Римхары. Я очень коротко остановлюсь на основных аспектах того, что вам необходимо сегодня знать и как партнерам проекта, и как тем, кто привлекает еще новых активных участников проекта SkyWay. Прежде всего, надо понимать, что за 4 года, который существует компания SkyWay Capital фонд, и именно в развитии краудинвестингового финансирования проекта SkyWay, мы достигли очень высоких результатов. За 4 года построено и уже сегодня демонстрируется и проведено сертификации уже трех различных направлений транспортной системы SkyWay. Я буду сейчас подробно останавливаться на технологиях и на демонстрации. Вы все это уже видели и еще не раз увидите, когда будут презентации технологий. Продолжение следует... Первая очень важная заявка именно SkyWay на мировом уровне была показана в сентябре 2016 года в Берлине на выставке и на Трансе, когда были показаны первые Unibike Unibus. За прошедшие годы эти Unibike и Unibus прошли испытания, и буквально три месяца назад завершена их сертификация. То есть это готовые уже к внедрению технологий. Сейчас к выставке, которая будет в сентябре уже 2018 года, опять же, в Берлине на Транс, она проводится раз в два года, конструкторское бюро во главе с Unibus готово показать еще целую линейку новых машин, которые будут, скажем так, изюминкой всей этой выставки, центральным экспонатом всей выставки. И, конечно, основным ключевым экспонатом этой выставки в Берлине будет именно скоростной модуль, который будет развивать скорость выше 500 км в час. В мире сегодня не создано и в ближайшее время с такими характеристиками создано не будет. Это надо очень четко понимать. И сегодня, когда вы начинаете рассказывать или демонстрировать и презентовать проект Skyway, то прежде всего вы должны акцентировать внимание то, что это создан идеальный транспорт. Это идеальная транспортная система. У нее нет недостатков, которые есть у автомобильного транспорта. То есть это высокая аварийность, это высокая смертность и ужасные условия для окружающей среды, и выброса огромного количества вредных веществ. И нет, соответственно, недостатков, которые сегодня есть у авиации. Сегодня Skyway, еще раз повторюсь, это идеальная транспортная система. Это то, что не построено миллионы километров по всему миру. Так будет устранен в самое ближайшее время, в ближайшие 3-5 лет. Почему мы обозначаем, что сегодня проект выходит на новый уровень развития? То есть что сегодня происходит? Мы сегодня приступили к формированию уже непосредственных бизнесов, то есть формирования сети адресных проектов. То есть тех проектов, которые используют технологию Skyway. Сегодня в различных уголках мира ведутся переговоры и уже запускаются непосредственно проектирование конкретных трасс и конкретных бизнесов. В этих проектах с точки зрения уже коммерческой безопасности сегодня говорить пока нельзя, пока рано. Но страны и направления, где сегодня ведется работа, я обозначить могу большим удовольствием. Активнейшим образом работа ведется в Арабских Эмиратах и Юницкий сегодня опять в Арабских Эмиратах именно по проведению переговоров и по заключению соглашений уже непосредственно на первой трассе. В этом году в Америке будет в Дубае большая транспортная выставка, где как раз Анатолий Юницкий будет презентовать технологию Skyway для самых влиятельных людей Арабских Эмиратов. И не только Эмиратов, но и всего Арабского мира. Активнейшим образом работа ведется в Индии, в Индонезии, в Малайзии и еще в десятках стран, которые можно сейчас даже не перечислять. Наиболее интересно сейчас, не то что наиболее, а очень активным образом сейчас развивается проект, первый проект в Швейцарии, который, ну, курирую и веду лично я с Алексеем Суходуевым. Это первый проект в горах по строительству легкой системы Skyway. Я хочу выделить отдельно, потому что он является первым проектом, который готовится полностью запустить и финансировать с помощью технологии блокчейна. У нас есть договорение с руководством Кантона о том, что весь создание самого проекта и привлечение инвесторов и потом функционирование будет с использованием современной технологии программирования блокчейн, и это приветствуется именно руководством Кантона. Почему я на экране? Потому что сегодня к крипто направлению и к криптовалютам сегодня не везде положительные и не везде однозначные отношения. У руководства, это местечко называется Сен-Бен-Дардина, это граница с Италией и Швейцарией, что их это наоборот не то, что не пугает, а они это всячески приветствуют. И как Владимир Мак уже говорил в своей части выступления, что мы подготовили сейчас свою блокчейн-платформу для того, чтобы использовать все возможности, которые сегодня дает токенизация, дает вот это новое крипто направление. Мы сейчас в тестовом режиме пробуем работу именно этой платформы для того, чтобы финансирование и развитие всех адресных проектов уже ввести через оцифрованные бизнес-планы, через запуск специализированных токенов. Мы сейчас одновременно готовим к запуску на платформе несколько проектов, и вот швейцарский проект это как раз один из первых. В дальнейшем мы понимаем, что вот эти элементы цифровой экономики, элементы цифрового программирования, они станут доминирующими, и все проекты у нас будут оцифрованными, и все адресные проекты будут идти с применением специализированных токенов. На наш взгляд это очень перспективное и очень интересное направление, и ту платформу, именно блокчейн-платформу, которая называется Transnet, мы сегодня создали. У нас есть четкое представление, что в течение года или в очень короткое время это будет одна из лидирующих платформ в мире. Именно блокчейн-платформ в мире. Уверенность эта исходит прежде всего из того, что токены, которые мы сегодня запускаем, они привязаны к конкретным проектам и к конкретной технологии SkyWay. И те проекты, которые будут запускаться и обслуживаться этим токеном, будут оцениваться даже не десятками, а сотнями миллиардов долларов. Задают вопросов, какая связка будет между акциями, которые сегодня есть, или обязательствами, которые есть, и токенами, которые сегодня будут использоваться для инвестирования адресных проектов. Это самый распространенный вопрос. Я хочу ответить, что на сегодняшнем этапе, то есть на этапе, когда платформа только начинает развиваться, конвертация одного инструмента в другой пока не предусматривается, но в ближайшее время мы это обязательно сделаем. И однозначно сейчас можно сказать, что как рост токенов на нашей внутренней бирже, он будет напрямую связан с ростом котировки акций. Но всю подробную и развернутую специальную информацию мы будем делать на специальных обучающих курсах, которые мы сегодня готовим. Мы называли Youth School, то есть наша специализированная школа. И вся система обучения будет также вестись уже на технологии блокчейна. Всю информацию и все взаимодействия с проектом Skyway и с блокчейном вы будете вести только через ваш личный кабинет, который сегодня у вас есть в Skyway Capital. И все информация, которые будут идти, они будут переведены на все языки, включая грузинский, но со временем мы это обязательно сделаем. В очень короткое время. В завершении могу сказать, что все, что мы сейчас с вами говорили, и Володя, и я, в том, что сегодня речь уже идет о расчете дивидендов, о росте капитализации акций, активов, которые вы сегодня получаете, о росте токенов, которые мы предполагаем, потому что это только ожидаемое событие, этого еще не произошло. Все это исходит только из того, что технология уже сегодня существует, технология сегодня востребована, и сегодня уже идет формирование и запуск конкретных адресных проектов. Это, друзья, уже факт. Это уже сопутствующее. И, соответственно, мы с вами в ближайшее время еще много чего увидим интересного и по развитию самого проекта, и по развитию адресных проектов. Ну и как следствие, друзья, это уже капитализация тех активов, которые мы с вами формируем. На этой неделе 11 апреля у нас ожидаемое событие, очень важное событие, это переход с 10 этапа развития на 11 этап развития, а всего их 15, как Володя уже говорил, 15 этапов именно в становлении технологии. Каждая смена этапов, это значит, выполнены объемы работы, которые планировались, привлечены инвестиции, которые необходимы для выполнения этих работ, и сделан задел для того, чтобы выполнять следующий этап развития. Каждый этап с собой сопровождает снижение дисконтов, то есть снижение венчурных премий, потому что идет снижение рисков с точки зрения инвестирования в проект Skyway. 11 числа 23.59 по московскому времени будет переход на очередной 11 этап, из 15 планируемых, которые сегодня идут для развития технологий. Ну и дальше мы с вами будем работать над тем, чтобы дальнейше переходить на 12, на 13, и в конечном итоге полностью готовить технологии уже к запуску. Прошедшие четыре года, которые мы работаем сегодня, вот в таком режиме, уже привлечения краудинвестинга, то есть привлечения большого количества акционеров, можно сказать, что мы технологию подготовили для того, чтобы она дальше активно распространялась по всей земле, по всем странам. Акция, который запускается и развивается, Это капитализация тех акций, тех обязательств, которые мы с вами сегодня получаем в обмен на те инвестиции, в обмен на те риски, которые мы сегодня несем, подключаясь и поддерживая проект Skyway. Да, мы с вами сегодняшний раз монетизируем и капитализируем проекты, и мы с вами сегодняшний раз благодаря инвесторам. Если не хватает сегодня тех языков, которые есть, и поэтому вы всегда будете в курсе основных событий, которые происходят практически каждый день сегодня в проекте Skyway. Вопросы, которые у вас будут возникать в рамках одного телемоста, естественно, мы не можем сегодня рассказать обо всем и ответить на все вопросы. Но все, что вас будет интересовать, через региональных представителей, через региональных кураторов, задавайте вопросы. Мы обязательно на все будем отвечать, и ни один вопрос не останется без ответа. Самая ближайшая новость, которую мы будем ждать в ближайшее время, прям понедельник-вторник, это участие Ирины Волковой и Инеты в выставке в Дубае. Они будут вместе с Юницким там, и мы ждем от них и фотографии, и репортажи, и свои впечатления от того, как шейхи, арабские шейхи будут реагировать на нашу технологию. Продолжение следует... 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 Рядом с Юницким в проекте SkyWay. И могу сказать, что ни на один день, ни на один час я не пожалел о том, что занимаюсь. Это самое интересное занятие в жизни, которое у меня было. Интересные друзья у нас, конечно, впереди. И это и запуск всевозможных различных проектов, и работа нашей Transnet-блокчейн-платформы, и, соответственно, выход уже на все возможные финансовые площадки, которые сегодня в мире существуют. Все это, друзья, у нас впереди, в самой ближайшей перспективе. И в завершение я могу сказать, что у нас долгое время основным нашим лозунгом, основным нашим девизом именно команды SkyWay было «Строй SkyWay, спасай планету». Это то, что предложил Юницкий четыре года назад. Сегодня у нас добавилось с вводом блокчейн-платформы еще один очень важный девиз, который по-английски звучит как «Technology Unites», если говорить на русском, то это «Технология объединяет». Поэтому, друзья, я рад, что вы с нами, я рад, что вы подключились к этому проекту, потому что это действительно очень важное, нужное и благородное дело. Я очень надеюсь, мы делаем все для того, чтобы это было еще и весьма прибыльное, доходное дело для каждого, кто включился в этот проект. Я с вами прощаюсь. Спасибо, что вы были с нами, что вы потратили время. И мы считаем всегда, что это не потраченное время, а это наше общее будущее. Так, на этом заканчиваем, или ты еще... Да, буквально еще два слова. Я благодарю Сергея, как всегда, можно слушать очень долго и интересно. Тогда я передаю вас. Всего доброго. Всего доброго. Благодарю Сергея Сибирякова, также благодарю Владимира Маслова и нашего замечательного сегодня переводчика Ирма Довитадзе. Коллеги, мы ответили на самые основные вопросы, мы начали отвечать на все основные вопросы и будем рады в дальнейшем также держать с вами связь. Я видела здесь вопрос, который был связан с конференцией в Баку. Да, конечно, обязательно, но планируем и всю информацию, пожалуйста, узнавайте у руководителей Грузии и Азербайджана. Грузии и Азербайджана. Конечно, от всей команды директоров я благодарю всех за участие, не только кто смог подключиться сегодня, но также кто будет слушать нас в записи. Запись будет готова уже буквально завтра и будет передана МЗИ и также Давиду, поэтому вы сможете ознакомиться, еще раз прослушать информацию. И большое вам спасибо от всех руководителей за ваш вклад в наш замечательный проект, и я уверена, у нас обязательно все получится. Спасибо за внимание. Максимально полно отвечать не только на вопросы, но и поддерживать друг друга уже сейчас на нашей финишной прямой. И сегодня мы завершаем. Я еще раз благодарю всех и до следующей встречи. Всего хорошего. Благодарю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok